апнеа club горький представляет друзья привет с вами апнеа club горький меня зовут александр быков мы продолжаем нырять в солнечном дохабе сегодня выходной день и я решил записать видео о том как правильно подготовиться к выезду на глубинный семинар по фридайвингу я занимаюсь фридайвингом с 2010 года и уже накопил достаточно опыт для того чтобы составить такой чек-лист как хорошо подготовиться к выезду на море для того чтобы научиться нырять глубоко итак поехали самое первое что я бы хотел вам порекомендовать это пройти базовый курс по фридайвингу в бассейне на этом курсе вы освоите всю базовую теорию фридайвинга и на глубинном выезде вам уже не нужно будет отвлекаться на изучение простых теоретических вопросов таких как что происходит с воздухом когда мы ныряем что происходит с давлением когда мы ныряем и многие многие другие вопросы и здорово если этот базовый курс вы пройдете примерно за полгода до выезда на глубину потому что у вас будет достаточно времени для того чтобы потренироваться в бассейне и как раз второй пункт нашего чек-листа это регулярные тренировки в бассейне я не говорю о том что нужно тренироваться как спортсмены я говорю о том что нужно начать регулярно ходить в бассейн для того чтобы освоить плавание в ластах и ныряние в ластах на задержке дыхания даже если вы будете ходить один-два раза в неделю то через какое-то время вы почувствуете что ныряние для вас стало очень привычным процессом который не вызывает ну каких-либо дискомфортов и будете получать от этого только удовольствие когда вы будете проходить базовый курс по фридайнингу в бассейне инструктор вам покажет как правильно делать дыхательную гимнастику и вам тоже нужно начать ее регулярно делать самостоятельно можно ее делать утром вечером когда вам удобно когда вы только начнете выполнять дыхательную гимнастику у вас может возникать много дискомфортов в области груди в области живота там где диафрагма в области горла это нормально это говорит о том что ваши мышцы начинают работать они раньше не работали сейчас начинают работать и здесь у вас появится необходимая растяжка и подвижность все это вместе позволит вам в дальнейшем когда вы приедете на море комфортно осваивать глубину шаг за шагом не подвергая себя свой организм опасности потому что когда мы на глубине скованы и зажаты у нас есть риск возникновения обжимов это такое микротравмирование а когда у нас эти органы будут подвижны и растянуты то такой риск будет минимальной следующим пунктом наших рекомендаций будет начать выполнять упражнения по продувке для того чтобы нырять глубоко вам потребуется освоить продувку методом френзеля и нужно посмотреть в интернете есть ролики которые шаг за шагом объясняют как продуваться френзелем есть специальное упражнение на суше которые вы можете делать есть специальный тренажер так называемый от авент или на садуй можно начать делать упражнение с шариком есть упражнение и без шарика вам нужно начать чувствовать такие мышцы которые расположены у вас во рту как мягкое небо корень языка гортань научиться делать горловой замок удерживать воздух в легких горловым замком когда вы освоите эти упражнения я думаю на это уйдет не так уж и много времени в течение там двух-трех недель вы уже почувствуете все эти мышцы и сможете комфортно выполнять все упражнения которые вы найдете в интернете однако при выполнении упражнений по продувке не нужно перебарщивать не нужно заниматься каждый день этим достаточно заниматься два может быть три раза в неделю не делайте много упражнений с шариками хорошая тренировка с шариками занимает примерно 10-15 минут не надо надувать шарики носом да там по часу по два по три часа как иногда делают студенты этим вы только можете травмировать свои уши и ни к чему хорошему это не приведет и так до вашего выезда на глубинный семинар осталось примерно месяц и примерно за месяц я бы вам рекомендовал сходите к лору для того чтобы он проверил состояние вашего носа ушей все ли там в порядке нет ли каких-либо там воспалений или может быть небольших отеков если все в порядке то отлично вам повезло и и вы здоровый человек с со здоровым носом но встречается и такое что в обычной жизни мы чувствуем себя здоровыми но слизистые носа у нас немного воспалена и тогда лор назначит необходимое лечение и за месяц вы как раз сможете подготовиться вылечить все свои там недолеченные болезни и опять же подготовить да там себя к прекрасному выезду на глубины семинара вне зависимости от того что вам скажет лор если это ваш первый выезд я бы вам рекомендовал соблюдать некоторую небольшую диету для того чтобы уменьшить возникновение слизи в организме как многие инструкторы по фридайингу я бы рекомендовал либо исключить либо уменьшить потребление таких продуктов как молочная продукция кофе и алкоголь это конечно на ваше усмотрение и если там вы раньше ныряли у вас его здорово продувалась то можете как бы этот пункт и пропустить но если у вас время от времени возникают какие-то сложности с продувкой то продувается нормально то плохо продувается я бы вам посоветовал использовать такую диету она несложная и я думаю что за месяц уже появится хороший от нее эффект и вы сможете проверить работает это на вас или нет до вашего выезда на море остается примерно неделя и следующим пунктом нашего чек-листа является оформление страховки не пожалеете несколько тысяч рублей для оформления своей страховки это позволит при возникновении каких-либо непредвиденных ситуаций не тратить много денег а получить лечение в полном объеме то которое нужно как правило расширенная страховка с включением туда подводных погружений будет стоить на 10 дней в районе трех тысяч рублей согласитесь не такая большая сумма для того чтобы получить медицинскую помощь в чужой стране и последний пункт наших рекомендаций это примерно за неделю до выезда на море прекратите заниматься всем что я вам перечислил и начните предвкушать вашу поездку на море уже можно не ходить бассейн не заниматься дыхательными гимнастиками не заниматься там продувкой особенно с шариками просто начинайте собирать вещи и собираться ваш отпуск на глубины семинар по фридайвинг и так давайте соберем все рекомендации вместе первое что вам нужно сделать это пройти базовый курс по фридайвингу в бассейне второе начать регулярно тренироваться в бассейне хотя бы один раз в неделю третье это начать заниматься дыхательной гимнастикой четвертое это начать освоение продувки методом френзеля пятое это пройти обследование улора и шестое сделать медицинскую страховку от несчастных случаев надеюсь это видео стало для вас полезным и когда вы поедете на свой глубинный семинар вы получите массу удовольствия у вас не будет никаких проблем и вы сможете установить свой личный рекорд о нырянии в глубину с вами был александр быков апнео клуб горький ставьте лайк подписывайтесь на канал чтобы быть в курсе наших подводных новостей